На изображении картина «Радостный июль» 2009 год, художник Антон Стекольщиков. Предвоенное детство мое и военное отрочество прошли в небольшом сибирском городке Тайга, окруженном со всех сторон кедровыми, пихтовыми и еловыми лесами. Железная дорога незаметно входила в мою жизнь, и с рождения, слыша паровозной гудки, я перестал их замечать. Читать я выучился очень рано, когда отец еще был жив. Как ни странно, раннее приобщение к чтению произошло именно из-за того, что мама наша была неграмотной. Вышло все так. Долгими зимними вечерами собирались с нашей окраинной улицы жены кондукторов, машинистов, кочегаров, смазчиков, слесарей-стрелочников. Собирались у нас, потому что отца по работе часто не было дома. Мама не могла оставить нас без присмотра, и вот соседки, намаявшись задями с чугунами, скотиной, стиркой и детьми, молчаливо и устало, рассаживались где ни попадя, тихо переговаривались, чтобы, наверное, не разбудить моего младшего братишку, которого качала в зыбке, семилетняя сестра. Мать становилась на стул и зажигала еще одну подвешенную к потолку лампу, от которой сразу же начиналось сильно тянуть керосином к палатям, где лежал я, выставив наружу лицо. Появлялась учительница из близлежайшей школы. «Я ждал ее, как божество, потому что это было на самом деле божество». «Добрый вечер, товарищи!» – произносила в дверях. До сего дня у меня в глазах ее белоснежный воротничок и такие же манжеты на рукавах платья, нежный тихий голос звучит в ушах. И совсем другие слова, чем те, что я всегда слышал. А от ее светлых волос, которыми она почему-то все время потряхивала, поднимался ко мне сказочный аромат. И еще она была тоненькая, как моя сестренка. Прежде чем начать занятия, грела руки у раскрытой печи, они были насквозь прозрачные, совсем красные. И вот божество разворачивает рулоны бумаги, вешает листы с большими буквами на стенку, близ лампы, чтобы повиднее было. И начинает. Женщины какими-то чужими, деревянными, ненатуральными голосами повторяют «Мама моет лушу!» Или «Мы едем в Москву!» Хором ладно получалось. А по отдельности ученицы стеснялись, запинались, подолгу думали над каждой буквой. И я нетерпеливым шепотом начинал им сверху подсказывать. Мама грозила мне с крюченным пальцем, а учительница смотрела на меня и улыбалась. Глаза у нее были голубые, не то что у всей моей родни. Однажды произошел случай из всех случаев. Угол подальше от лампы всегда занимала одна тетка с конца нашей улицы. Ходила она в черном платке, в таком же плате, и еще помню, что я очень боялся ее темного, корявого лица. Когда читали все вместе, она беззвучно шевелила губами, но самостоятельно не могла назвать ни одной буквы, лишь испуганно смотрела на учительницу или тупо, тяжело молчала. Я даже думал, что она вообще не умеет разговаривать, и только раз услышал, как тетка, придя раньше всех, сунула матери зеленую бутылку и зашептала, «Бери карасенчику-то, Аграфена Тихоновна, бери, у тебя же расход». И вот случилось непонятное, и для тогдашней моей головенки даже, можно сказать, страшное. В тот день учительница была, наверное, простуженная, дольше обычного грела руки у печки, а потом все время кашляла в белый платочек, быстро выдергивая его из рукава. Однако все шло своим чередом. Произносили хором какие-то слова, я сверху подсказывал, мать грозила пальцем, учительница ласково смотрела на меня поверх платочка, и вдруг эта тетка закричала грубым голосом, «Что ж это деется, бабы? Читаю, сама, грамоте знаю, бабы!» Она шагнула вперед и упала лицом к полу. Учительница хотела ее поднять, только сил не хватило, и тетка не давалась. Начала тыкаться изрытым оспой лицом в ее белые чесанки, обняв их руками. Учительница кое-как вырвалась, почему-то заплакала, выбежала наружу, где трещал январский мороз. А я заревел благим матом, испугавшись, что тетка ей покусала ноги. И первая моя учительница больше никогда, никогда к нам не придет. И еще помню, как однажды отец, сидя у лампы, читал свой гудок, и когда я внятно прочел ему это слово, он удивленно-радостно посмотрел на меня, заставил разбирать другие слова, потом долго подбрасывал меня к потолку и осенью отвел в школу, хотя мне еще не исполнилось восьми лет. Едва научившись читать, я пожирал глазами все буквенное. Газеты, отрывочные календари, отцовские тарифные справочники, бабкину Библию, школьные учебники сразу от корки до корки и за любой класс, пыльные старинные журналы, каким-то чудом сохранившиеся в ящике на чердаке нашего дома, и книжечки, книжки, книги, книжищи, чем толще, толще, тем лучше. Несколько позже определился первый избирательный интерес, начавшийся, как и у многих моих ровесников, с Робинзона Круза. Я искал любую книгу о путешествиях и мгновенно проглатывал ее, если даже она была с научным уклоном. С детства тянуло далекое и неведомое. Всегда хотелось куда-нибудь и на чем-нибудь уехать. Всяк по-своему попадает человек из-за холустья в большой город. Один по семейным обстоятельствам, другой по служебным, третий сам зачем-то рвется с родины на чужбину. И когда в новых местах складывается жизнь хорошо, плохо или средне, то есть так, как она складывается, мы говорим «судьба». Зная, что невозможно разобраться в бесконечной стихии таинственных, детерминированных случайностей, определяющих судьбу, и что ни один еще смертный не прочел загодя слов, написанных на его роду. Летом 1942 года я, как и многие другие мои ровесники, пошел в депо учеником-слесарем. Но встретившая меня в мазутке, шатающегося от голода и усталости, школьная учительница Раиса Васильевна Ёлкина из Ленинграда, в Беженок, шла со мной под осенним дождем до дому и уговорила маму отпустить меня в железнодорожный техникум, что эвакуировался к нам из Полтавы. Спустя месяц после начала занятий меня приняли туда без экзаменов, потому что семилетку закончил с похвальной грамотой. Через 33 года мне удалось разыскать Раису Васильевну в Ленинграде. А когда она собралась на пенсию, я послал в ее последнюю школу большую телеграмму. Война запомнилась мне больше работы, чем учебы. Надо было и огород копать, и сено косить, и дрова пилить, и стайку чистить, а техникум куда нас только не бросал. На снегоборьбу, где мы непременно обмораживались, в шахты Анжера-Сужинска наваливать на ленту уголь, на картошку в подсобное хозяйство, в депо, где мы катали паровозные скаты, и тянули дышло. Как тянули, не знаю. Первый большой город, что я увидел, был Томск, куда я приехал в войну добывать очки. В 15 лет мне уже доставляла неудобства моя близорукость. Томск – главный культурный центр нашего района Сибири, и к нему всегда тянулась тайгинская молодежь. Старший мой брат там учился, сестра тоже, и, собственно, первый большой каменный дом, увиденный мною, был Томский университет. Это такая длинная белая громада за железным забором, который сейчас выделяется в центре города своей основательной старинной статью. Потом был Новосибирск, запомнившийся одним редким впечатлением. Война еще продолжалась, нужда во всем возрастала. Однако новосибирцы достроили свой огромный театр оперы и балета, куда мне страстно хотелось попасть, потому что я никогда не был в театре. Вспоминаю день, когда мы привезли из тайги состав с зачехленными артиллерийскими орудиями в Новосибирск, отцепились, экипировали локомотив. Бригада устроилась отдыхать, а я, ополоснувшись в душевой и сменив мазутку на оплохонький костюмчик, побежал сквозь пургу в центр города. Театр оперы и балета величаво царил над ним своим серебристым, будто подернутым изморозью куполом. Билеты были, но старушка в гардеробе долго не хотела принимать мою телогрейку. Огромный гулкий зал, необъятная сцена, князь Игорь, неописуемые краски декорации, величавая музыка, половецкие пляски, арии кончака Владимира Галецкого, Игоря – все это было почти нереально, как во сне. Холодок пробирал по спине, сердце колотилось, словно при тяжелой работе. Пальцами я растягивал уголки глаз, чтобы лучше видеть или зажмуривался, чтобы раствориться в тумане забвения и плыть в волнах восторга. Летом того года был Красноярск. За ним – послевоенная Москва проезда. С вокзала на вокзал. И вот Чернигов – город, наградивший родниковым истоком будущих интересов и определивший, можно сказать, мою судьбу. Старшая сестра Мария, перед войной, еще студенткой, вышла в Томске замуж за командира Красной Армии поляка Людвига Викентьевича Заборского, которого вскоре перевели в Чернигов. Осенью 1941 года он погиб в окрестностях города, сражаясь с подступившим к Десне врагом. Мария едва успела на последний, истерзанный бомбами эшелон, в котором эвакуировался ее госпиталь. Сестра вернулась с детьми в Чернигов, как только город освободили. Ее поселили в подвальную комнату, куда она пустила семью из пяти человек, тоже оставшуюся без кормильца и крова, и так жила, работая медицинской сестрой в том же военном госпитале. А я приехал посоветоваться со старшей сестрой, как и где нам всем жить, чтобы хоть немного полегче было. Деньги на эту дальнюю дорогу образовались так. Мы с матерью продали за девять тысяч послевоенными дешевыми деньгами нашу половинку дома. Купили за пять с половиной полусгнившую развалюху, а на остаток я поехал. Страшенные цены были тогда. Буханка хлеба стоила пятьсот рублей, и, следовательно, новая, в кавычках, халупа наша могла быть куплена-продана за десять буханок хлеба с довеском. Несмотря на то, что у меня был билет на поезд, до Москвы четверо суток пришлось ехать на подножках и крышах вагонов, так много народу двигалось тогда из Сибири в Россию. До Чернигова ехал еще сутки. Поезд остановился на пустыре, и я с котомкой в руках пошел через руины искать улицу 18-го Березня. Не знаю, можно ли было назвать городом то, что осталось от него. Стояли рядами печи с высоченными трубами. Уцелевшие каменные стены смотрели черными, мертвыми глазницами. Стройные пирамидальные тополя, каких я раньше никогда не видел, были серыми от пыли. Кое-где вместо улиц вились узкие тропинки межкирпичных, щебеночных, известковых куч, гнутого ржавого железа, деревянных обломков, рассыпавшейся штукатурки, обрывков довоенных газет и блеклых обоев. Трудно, голодно жилось тем знойным послевоенным летом, и я, чтобы как-то помочь сестре, начал ходить на руины, которые еще сохраняли в белильной свежести слова «Мин нет, инструктор – стрелец». С утра у горосполкома толпился пестрый люд – женщины, подростки, старики, изможденные небритые мужчины. Стихийно складывались бригады и отправляли в разные концы города разламывать остатки стен, таскать битый кирпич и всякий мусор, получая за день такой работы талон, который в длинной вечерней очереди отоваривался килограммом ячневой муки. По выходным дням засиживался до закрытия в областной библиотеке имени Короленко. Это была первая в моей жизни библиотека, где я мог взять любую по тогдашним моим потребностям книгу. Читал, как и прежде, все, что попадало под руку и однажды, не помню уже по какому случаю, зачем-то сопоставил возраст городов, в каких успел побывать. Город моего детства и отрочества Тайга насчитывал всего пятьдесят лет. Новосибирск столько же, Томску и Красноярску было по триста с лишним, Москве восемьсот, а Чернигову больше тысячи. В городе сейчас не было почти ничего, и мне захотелось узнать все, что здесь когда-то было. Попросил дать какую-нибудь книгу про Чернигов. — О, — удивилась старушка-библиотекарша, — что же именно вас интересует? — Да все, — сказал я, с самого начала. И вот передо мной стопка книг. Начал я читать и очень скоро запутался во всех этих святославах, Игорях, Всеволодах и Олегах. Десятки неотличимых друг от друга князей сидели когда-то в Чернигове и других русских городах и княжествах. Воевали с печенегами, половцами, друг с другом, строили крепости и церкви, охотились на вепри и рожали детей, которые, подрастая, воевали с печенегами, половцами и друг с другом, строили крепости, церкви, охотились на вепри и рождали наследников, пока не пришел Батый. И все тут не покрылось мглой на века. Снова и снова приходил я в библиотеку, полез даже в летописи, начал брать на заметку кое-что для памяти и с удивлением увидел, что князья начали немного отличаться друг от друга. А старый русский язык показался мне куда понятнее, чем украинский. Вот сын Владимира Крестителя, первый черниковский князь Мстислав Храбрый, который был дебел телом, чермен волосами и лицем. Очи великие, брови возвышенно имел, храбр на войне и милостив, жалуя служащим ему, не щадя имения, пищи и одеяния. Этот портрет мне очень приглянулся своей краткой выразительностью, особенно после того, как я выяснил, что черменный – это совсем не черный, а рыжий, рудый или красный, красивый. Что почти через два века после Мстислава сидел в Чернигове и Киеве рыжий князь Всеволод черменный, что и черное наше море вовсе не черное, а черменное, то есть красное, красивое. А Мстислав тот, оказывается, ходил из Чернигово со своими полками до самого черменного моря в какую-то тьму таракань. И даже на Кавказ, где однажды схватился в поединке с косожским князем Мориделей, победил его и дань возложил на косогов и построил в тьму таракани церковь. И вот я брожу по Черниговским развалинам, взбираюсь на черную могилу языческих времен, что до сих пор мощно и таинственно, возвышается среди современных зданий, выхожу на берега Десны и Стрижня. На все пути по городу ведут навал с большой буквы, где тысячу лет назад уже было укрепленное городище, а потом стены поднялись над рекой, которым в 1239 году татаро-монгольские полчища подступили с таранами и другими осадными орудиями. Выговорил тогда Чернигов дотла «Запустел». На пепелищах, как и сейчас, стояли печные трубы, да разграбленные храмы возвышались над Десной белыми и красными вежами. Черные птицы слетались на черный смрад, на прокорм. Израненные в битве монахи зарылись в земляные пещеры Болдиной горы. Старики, женщины и дети разбрелись по окрестным лесам. Потом были замучены в Орде последний домонгольский черниговский князь Михаил и боярин его Федор. А священники, наверное, вынесли темной ночью из пещер книги до ритуальной утварь, погрузили на лодки и отчалили вверх по Десне на север, чтобы обосноваться за лесами в Брянске. Между двумя страшными нашествиями с Востока и Запада прошло ровно семь веков. Однажды пришел, помнится, как-то в библиотеку с утра пораньше, снова заказал исторические книги, но библиотекарша насмешливо спросила, помилуйте юноша, вы хоть прочли слово о полку Игореве? Нет, оперу князь Игорь слушал. Поэму надо читать, поэму. Мне совсем не стыдно признаться в том, что в свои восемнадцать лет я не прочел еще слово. Понимаю, что без знания какого-либо художественного произведения можно благополучно прожить до смертного своего часа, свершить немало полезного для общества, добившись успехов в науке, изобретательстве или, скажем, административной деятельности, но я лично просто не могу себе представить, как бы сложилась моя жизнь, если б своевременно не познакомился со словом о полку Игореве, этим бесценным и бессмертным памятником родной литературы, заколдовавшим меня вдруг и навсегда. А еще я влез в неохватную русскую историю и так увлекся ею, что по сей день помню много такого, чему в школе не учили, не учат и никогда, наверное, не будут учить. Владимир Чевелихин Это были отрывки от автора из начала книги «Память». Книга первая. Всего это трехтомник, как вы видите по обложке. Автор Владимир Алексеевич Чевелихин. Вы его видите на фотографии. И в романе газеты «Память была», которую я читал в советское время. Именно в романе газете. И ссылка на источник. Владимир Алексеевич Чевелихин. Он родился в 1928 в Мариинске и умер в 1984 в Москве в 56 лет. Русский советский писатель. Прозаик, эссеист, журналист. Лауреат Государственной премии СССР. За такие книги давали Государственную премию в СССР. 1982 года. За роман эссе «Память». Член КПСС с 1952 года. Сторонник идей большой древности и арийского происхождения славян. Произведение писателя. Всего хорошего. Читайте книги. С ними интереснее жить. Юрий Шатохин. Канал Веб-Рассказ. Новосибирск. Плейлист «Все рассказы». 930 видео, озвученные мной. Ссылка активна. А всего на моем канале 80 плейлистов. Это для тех, кто не знает. Все ссылки, как обычно, я дам в описании под этим видео и в комментариях. До свидания.